МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Речь о проекте в Украине шла уже несколько лет назад. После того, как мы откатали пять лет с Брагимом со спектаклем «Давай-давай» командой ТОП-9, со мной связался Брагим. Сказал, что французский институт в Киеве решил вложиться в проект. Брагим попросил меня собрать группу людей, которых я считаю профессионалами, которым это будет интересно, и они смогут сработаться, работать вместе на энтузиазме, скажем так. Я выбрал тех, кто является лучшими бибоем и бигерл нашей страны, Украины. Основным критерием было минимум 12 лет в брейкинге. И, само собой, разумеется, какие-то индивидуальные, отличающие друг от друга черты, потому что у каждого из участников данного коллектива есть какая-то своеобразная изюминка. Здесь больше молодых танцоров, что по-своему создает определенные трудности, потому что для всех, кроме меня и Брагима, это первый театральный опыт. А на сцене все абсолютно меняется. Это уже не батл, это не круг. Тут есть ответственность, есть переживания. У некоторых людей, я, на мой взгляд, вхожу в число этих людей, очень сильно развитое эго, что мешает нам работать. Но мы стараемся переступать через свои личные принципы и находить общую точку соприкосновения. Этот спектакль состоит из чистого брейкинга. Здесь нет ничего, кроме брейкданса, абсолютно никаких других стилей. Просто брейкдансу придаются определенные эмоции. Над этим, естественно, работает наш постановщик Брагим Бушелагем. Но 99% синхронов, придуманных в этом спектакле, были сделаны нами. Лично и каждый, можно сказать, вложил частичку себя. Какую бы идею мы не вложили в этот спектакль, каждый зритель для себя нарисует свою собственную сюжетную линию. В чем мы вчера, собственно говоря, и убедились, когда слушали отзывы прессы о том, что они увидели. А пресса вчера была непростая. Пресса вчера была именно культурной направленности, скульптурных каналов, скульптурных газет. Театральные критики также вчера присутствовали. И они молчали, что, на мой взгляд, можно считать успехом. Театральная сцена – это, на мой взгляд, высший уровень, это высший пилотаж, к этому люди идут всю жизнь. И для меня это своеобразный вызов также, потому что каждый шаг, каждый взгляд, каждый вздох говорит мне о том, что у меня есть над чем работать, есть к чему стремиться. И работа на театральной сцене, и работа с таким человеком, как Брагим Бушлагем, указывает на все недостатки и показывает то, над чем надо трудиться. Я вижу, что мне это помогает. После каждого репетиционного периода я приезжаю истощенный физически, но морально я приезжаю очень сильно прокаченный, заряженный. У меня меняется взгляд на мой брейкинг, и я подхожу уже совсем с другим отношением, совсем с другим рвением к своим тренировкам. Появляются новые идеи, появляется вдохновение, появляется муза, которая может у творческого человека отсутствовать просто годами. Но если говорить конкретно о цели, я хочу, чтобы мои родители увидели меня на сцене. Сегодня на этой премьере, на первой премьере, которая будет, будут присутствовать практически все родители, всех, кто участвует в коллективе. У некоторых из нас родители довольно серьезные бизнесмены, и как это принято в наших странах, родители не проявляют долг должного уважения к тому, чем занимаются их дети. Они хотят, чтобы дети шли по их стопам, чтобы дети добились то, чего они не добились. И вот сегодня я надеюсь, что они все-таки хотя бы на какую-то процентную долю поменяют свое мнение и увидят, что их дети занимаются действительно чем-то стоящим. Редактор субтитров А.Семкин